Ну что ж, здорово, YouTube, здорово, Яндекс.Зен, с вами Джон, он же мастер-рейд у нас сегодня 312. Сегодня в этом ролике мы пройдемся по ресету, что нам он принес, ну и потом уже в дальнейшем, я надеюсь, соберемся и пойдем уже мастер-версию рейда смотреть, что там у нас есть. В общем, перед этим мне хочется в очередной раз там напомнить, чтобы народ там лайки ставил, комментарии писал на канал, подписывался, колокольчик прожимал, ну и по всем ссылочкам проходил, начиная от телеграммы, заканчивая бусти. Тут у нас парочка новых роликов появилась, которые я бы не стал на основной канал заливать, но залил вот сюда, поэтому, кто захочет, может оценить, кто подписался. Ладно, хочется поблагодарить опять мистера Кекса за 1000 рублей, спасибо большое, братья, за поддержку. Также Киру Ландерс, которая подписалась на Тень, Павла, которая тоже подписалась на Тень, ну и Диму Икс, который подписался на Завоевателя аж 3 месяца подряд. Спасибо большое, ребят, за поддержку. Итак, ладно, сейчас посмотрим, что у нас на ресете происходит. Тут вот на днях DMG, ну комьюнити менеджер, да, наш небольшой трет написал на рейде, где он объяснил, почему... Вот у нас там появится ротация в рейдах с лутом, и объяснил, почему они в старых рейдах, когда они там будут падать, не будут, крафтовые варианты их делать, потому что надо было делать новые пушки. Ну то есть, кому интересно, тут вот большая статья есть, я, может быть, потом, если не забуду, ссылочку на нее скину, ну а так можете на стоп-кадре почитать. Ну это в целом вся мысль, которую он тут озвучил. Вот, далее нам тут тизерят через 10 Неликс, что Солнце 2.0 выйдет с сезоном 17, то есть у нас выйдет обновленный солнечный подкласс в следующем сезоне. Ура! Наверное. Ну и небольшой прикол был на днях, то есть здесь буквально, когда в Microsoft Store на ПК возникли проблемы с доступом к игре, Bungie выпустили фикс, в результате которого на всех платформах не было возможно какое-то время нормально зайти в игру. Но это поправили тоже. В общем, было смешно. Ну и забавная там немножко ситуация, на счетчике убийства у меня было 313-313, надо было подкараулить 312-312 делать. Ладно, все, короче, сейчас переходим к ресету, заценим еще, вышел ли у нас патч ноут очередной. Так, что-то не с первого раза нас пустило в игру, ну допустим, патч 4.0.1, сейчас почитаем патч ноут после того, чтобы посмотреть, что у нас тут в игре появилось. Удвоенные награды за сумичные налеты. Удвоение наград действует до следующего еженедельного ресета. Проходите сумичный налет из плейсайта недели, чтобы получить вдвое больше наград. Окей, касающие слова, это понятно. Ну ладно, смотрим патч, ну вот теперь. Так, быстренько пройдемся по обновлению 4.0.1. Я его там пропустил через переводчик, чтобы мы особо на это время не тратили. Что касается основного, основных изменений. В источнике атака исправлена ошибка, из-за которой команды могли неправильно вайпаться на сложности мастер во время ритуального срыва атаки, если они выполняли задачу всего за несколько секунд до конца. Добавлен отказоустойчивый режим для всех переносимых объектов в фазах ритуала и босса, чтобы они возрождались в доступном месте, если их не поднимали в течение 30 секунд. Это должно разблокировать активность, если они каким-то образом появляются или выходят за пределы. Алтарь отражения. Исправлена ошибка, из-за которой алтарь отражения не появлялся, что мешало игрокам выполнить квест от доски доказательств отчет алтарь отражения. Затерянные сектора. Исправлена ошибка, из-за которой редкие сининграммы выпадали из сундуков затерянных секторов. Ничего себе. Плятва-послушник. Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли выносить реликвии за пределы выставочной зоны. Угу. Ладым. Исправлено несколько мест, где игроки могли выйти за текстуры. О, это походу между третьей стадии и четвертой. Да. Исправлена ошибка, из-за которой... Точнее, между второй стадии и третьей, да. Исправлена ошибка, из-за которой таймер резонансного осколка не уменьшался. Исправлена ошибка, из-за которой триумф симметричной энергии срабатывал непоследовательно. Исправлена ошибка, из-за которой рулок иногда не возвращался к своей начальной фазе должным образом. Исправлена ошибка, из-за которой у игроков могло преждевременно открыться одно из слабых мест рулка из-за применения испускаемой силы в конце циклобоя. Исправная ошибка, из-за которой смотритель мог быть навсегда оглушен, прежде чем мог нанести урон. Плаг, плаг, на второй стадии, ребят, получается. Больше его не подамажить через баг. Исправная ошибка, из-за которой игроки могли распространять явощную силу, одновременно зареграть ее. Ну, это то, что у нас там от червяков этих летело. Исправная ошибка, из-за которой пользователь интерфейс динамичного порога здоровья смотрителя не отображался последовательно для всех игроков. Тронный мир в свободном режиме. Исправная ошибка, из-за которой руны могли появиться до активации глубинного зрения и не могли быть открыты снова, если игрок не завершил головолонку с первой попытки. Исправная ошибка, из-за которой узел материала в пузыре миазмов не отображался. Исправная ошибка, из-за которой игроки могли дублировать переносимый объект Resonant Charge. Исправная ошибка, из-за которой доступный блестящий палач не выходил из флуоресцентного канала. Исправная проблема, с автозавершением шага награды за погоню за квалихором. Ей, можно эту фигню наконец-то доделать нормально. Гамбит. Исправная ошибка, из-за которой суммирование бафа первобытной убийцы также увеличивало скорость перезарядки до больше, чем предполагалось. Ох уж тут, Гамбит. Исправная ошибка, из-за которой игроки могли раньше появляться на картах, побеждаясь... Побеждая... Убил... Вайпая себя в комнате подготовки. Допустим, ладно. Исправная ошибка, из-за которой игроки видели пустое поле рядом с именами вражеских игроков при вторжении. Что с этим Гамбитом происходит? Остановите землю, я сойду. Теперь он должен постоянно отображать значок класса вражеских игроков. Исправная ошибка, из-за которой размещение баррикады Титанов через портал вторжения союзников могло отключить указанный портал. Ладно. Ладно. Узнаешь что-то новое, блин, про этот Гамбит? Пси-отряды. Исправная ошибка, из-за которой за оживление не начислялись очки. Исправная ошибка... Ну, за поднятие союзников. Исправная ошибка, из-за которой враги иногда не появлялись после входа в область сумечного леса. Испытание Осириса. Исправная ошибка, из-за которой оружие адепты испытание Осириса выпадало при победах после 7-0 в билете уверенность, без предварительного запроса безупречного билета. Примечательный разработчик. Как ни странно, это побочный продукт того, над чем мы работали в прошлом сезоне, чтобы улучшить шансы выпадения адептов после безупречной работы. Ну, после безупречной победы. А также помочь пулу безупречного, ну, флоуэллис пулу, да, стать более полезным. Что приводит к настоящему примечанию к патчу. После того, как игроки добились безупречности на определенной неделе, у них теперь есть шанс заработать дропт адептовской пушки на любом билете Трайлс, который заработал 7 или более побед после активности флоуэллис пула, независимо от проигрышей. Так, подождите-ка, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Ага. Добились безупречности, у них теперь есть шанс заработать на любом билете. А, так раньше. Это же так было всегда. То есть, они сделали сейчас то, что должно было быть всегда. Окей. Это будет сбрасываться еженедельно. Ну, да, да. Окей. А я-то уж подумал, ничего себе на любом билете закрыло и фигач. Пользовательский интерфейс. Что касается приглашений, обновлены звуковые и визуальные эффекты при получении приглашений боевой группы, запросов друзей Банжи и приглашений клана. Исправлена ошибка, из-за которой приглашения в клан не отображали свылающую подсказку в разделе «Управление приглашениями списка». Состав. Обновлены визуальные эффекты на табличках с именами боевой групп для улучшения разборчивости, особенно когда игрок использует табличку с именем на ярком фоне. Добавлен новый параметр «Конфиденциальность», обеспечивающий больше контроль над тем, кто может видеть ваше удостоверение, связанное с перекрестным сохранением. Ну, с кросс-платформой, в смысле. Параметр «Совместно используем имен платформ» можно найти на вкладке «Социальные настройки» на экране «Список». Исправлена ошибка, из-за которой поиск игроков не обновлял постоянную информацию об исковом игроке, если он менял различные социальные или инвестиционные статусы во время проверки. Ладно. «Дары вечности» исправлена ошибка, из-за которой пользуется интерфейс заголовка «Вызов вечности» не отображал информацию о режиме игры во время вступительного ролика активности. Исправлена ошибка, из-за которой значки во всплывающей подсказке и репутации оказались сплющенными. Печати и триумфы. Исправлена ошибка, из-за которой печати не сияли, когда внутри них можно было получить триумф. Это могло привести к ситуациям, когда кнопка «Разбивки» на странице показывала, что что-то готово для утверждения на другой странице, но при смене страниц печати не блестели. Текстовый чат. Поддержка виртуальной клавиатуры теперь доступна для консольного текстового чата. Обновлены текстовые сообщения чата, отправляемые службами Destiny, чтобы их было легче отличить от сообщений локального чата. Исправлена ошибка, из-за которой консольные игроки могли программно блокироваться, если они пытались отправлять сообщения в текстовом чате другим игрокам. Чат Whisper. Был отключен для игроков на консолях, пока команда исследовала эту проблему, но теперь он снова включен и доступен для всех платформ. Ура, можно чатиться с консольщиками. Инвентарь. Обновлен цвет фона для числового индикатора полных стопок предметов инвентаря. Директор. Увеличена непрозрачность субтитров в всплывающих подсказках в консоль навигации для улучшения разборчивости. Суновный артефакт. Увеличена непрозрачность модов на экране артефакта, которые еще не были заблокированы, чтобы улучшить читаемость. Ладно. Разный. Обновлен пользовательский интерфейс. Кнопка сортировки смещена вверх. Песочница. Оружие. Исправлена ошибка, из-за которой ракетная установка глаза завтрашнего дня не отслеживалась должным образом и иногда убивала владельца. Че? Ладно. Окей. Исправлена ошибка, из-за которой пистолет Imperial Evidence был менее стабильным, чем предполагалось. Он был обновлен, чтобы быть ближе по ощущениям к пистолету Bridge Light. Исправлена ошибка, из-за которой гранатомет взрыв... Короче, взрывной гранатомет отображал неправильную статистику RPM на экране крафта. Исправлена ошибка, из-за которой перк адаптивного репресса больше не увеличивался, когда у цели был дебаф ослабление. Бонус к урону от перка приманка и подмена увеличен с 20% с 25%. Ладно. Исправлена ошибка, из-за которой скиталис всегда давал устройство сдерживания стайса из квеста прототип стайса после завершения квеста. Исправлена ошибка, из-за которой неподвижные объекты наклонной ветряных мельниц имели нечеткие описания. Исправлена ошибка, из-за которой легкие атаки мечом с края могли зациклиться до тех пор, пока у игрока не заканчиваются боеприпасы, что позволяло игроку перемещаться по воздуху на большие расстояния. Исправлена ошибка, из-за которой экзотического оружия божественности было два столбца счетчика убийств. Ну все, теперь можем жить спокойно. Что касается крафта оружия, скорректированы Enhanced Chain Reaction и Enhanced Field Prep, чтобы предоставить преимущество большему количеству архетипта. Окей. Добавлена дополнительная опция извлечения Deep Side Resonance, которая фокусируется только на нейтральном элементе. Добавлен расходуемый предмет, который позволяет просматривать количество элементов, приобретается в проводнике реликвий. Блин, надо будет сходить. Исправлена ошибка, из-за которой снайперская винтовка отцовской грехи источника не инциализировала счетчик убийств при активном так активном при создании оружия. Броня. Внесены изменения в физический скаляр ближнего боя для оболочки червебога и ванту панча ну двойного удара, чтобы предотвратить высокий урон. Ладно. Будем надеяться, что это полностью лишило стражу возможность уничтожать рейдовых боссов четырьмя выстрелами из древвика и двумя ударами. Но мы будем ждать следующей стратегии мега плавления. Исправлена ошибка, из-за которой элементарные модификации силона для доспехов шлема стоили мерцания для применения каждому элементарному сходству доспехов. Короче, поправили смену стихий. Исправлена ошибка, из-за которой перчатки Асьмиаманти теряли гранату после смерти. Исправлена ошибка, из-за которой активатор перка экзотического охотника Волта-Ическое зеркало могло оставаться включенным постоянно. Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли продолжать блокировать через несколько секунд после деактивации Астрайдер Супер надев Упряж Райдзю. Было такое, да. Исправлена ошибка, из-за которой Сука. Так. Исправлена ошибка, из-за которой печатки Асьмиаманти теряли гранату после смерти. Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли... Так, это мы читали. Ага. Исправлена ошибка, из-за которой обратный отчет перка бафа сопротивления не синхронизировался со временем действия граната с уменьшенного поля. Ну, это теневого поля имеется в виду. На остальность его охотника. Исправлена ошибка, из-за которой бросок щита в пустоте в ближнем бою не давал баф проводника ярости для экзотики ACDC. Ну, короче, для титановских рук, эти, которые там вам урон наносят, когда вы кого-то бьете. Исправлена ошибка, из-за которой не выпадали моды для оружия. Способность. Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли отменить последовательность применения искажений новой звезды и создать первоначальный взрыв детонации без затрат суперэнергии. Блин, вот столько нового узнаешь, что, бля, оказывается, столько всего было, блин. Исправлена ошибка, из-за которой пожирание иногда давало меньше времени усиления, если несколько целей были убиты очень быстро. Добавлена помощь прицеливания направлена на вторичный заряд вражеского аксионного болта, чтобы помочь игрокам поразить болты, которые последуют себя или союзников. Ура! А то в тебя аксионка летит, очень часто такое было. Исправлена ошибка, из-за которой фрагмент эхо нестабильности не активировался при начальных взрывах шипастой гранаты пустоты. Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли оставаться невидимыми, синхронизируя атаки мечом с активацией невидимости. Исправлена ошибка, из-за которой украшение охотника немейские шаги дважды появлялось в меню трансмогификации при получении экипировки. Коллекция и персонализация. Исправлена ошибка, из-за которой в нескольких транспортных средствах присутствовали тексты ароматов? Наверное, имеется в виду шейдеры. При просмотре их в меню сведений. Исправленная ошибка, из-за которой... Twitch Prime Gaming не открывали эмблемку One of Us в коллекциях. Исправленная ошибка, из-за которой шейдер Ruinius Clash дважды появлялся в меню настройки внешнего вида. Исправленная ошибка, из-за которой шейдер Vanguard Paragon дважды появлялся на экране настройки шейдера. Исправленная ошибка, из-за которой сезонный дробовик Reckless Engagement нельзя было повторно получить из коллекции после его разборки. Ура, можно будет его разобрать, наконец. Кланы. Исправленная ошибка, из-за которой у игроков клановые знамена попадали к их патчмейстеру каждый раз, когда они выходили на орбиту. Вот кто-то, по-моему, на эту тему жаловался. Можно обрадоваться теперь. Платформа и системы. PlayStation 4. Файлы фоновой совместимости теперь загружаются на полную скорость во время работы Destiny 2. Разные. Наш любимый раздел на компьютере обычно. Общий. Несколько исправлений и стабильность избоев. Да ладно, это на ПК интересно. Надо будет проверить FPS потом. Исправленная ошибка, из-за которой у продавца экзотических архивов не было сезонных украшений для оружия и... ...последовательности. Исправленная ошибка, из-за которой характеристики экзотической брони, купленной в Зуру, немного отличались от рекламируемых. Исправленная ошибка, из-за которой варианты покупки материала про Hull Destination не очередовались при ежедневном сбросе. Обновлены ритуальные награды авангарда, чтобы теперь они соответствовали наградам за статус у ворот соответствующей неделе сжигания элементов. Ну, Берны в смысле. Пример. Награды пустоты должны появляться, когда пустота является избранным элементом в плейлисте вангардских операций. Исправленная ошибка, из-за которой сезонные испытания для боссов налета в презрении с презрениями можно было увеличить, выполнив любой налет. Исправленная ошибка, из-за которой карты Востока и Вечная Горнила не получали достаточно веса для 16 сезона. Я так понял, эти карты будут напопадаться в PvP теперь чаще. Ладно, теперь есть подсказка, ведущая на страницу Bungie Net Mental Health. Ну, это нам надо, походу, будет с этими всякими изменениями. Локализация, французский язык, из-за которой эмблемы The Flow, The Metal не было текстовых строк. Итальянский, из-за которой всплывающие подсказки к ежедневным испытаниям вангард опс перекрывались. Надеюсь, французы и итальянцы, которые нас смотрят, довольны. Окей, с почтноутом этим гигантским разобрались, можно теперь перейти в игру. Ага, вот эта штучка ванглаве, походу, лежит. Ну-ка. Привязанное сознание. Реликвия гудит в определенной тональности. Внезапно вам все становится ясно. Оно что-то предлагает, что именно не вполне очевидно. Ага. Ага. Ого. Неплохо. Допустим. Вот это теперь вот так вот выглядит. Ну, минус один слот в расходниках. Ладно. Они, кстати, да, немножко обновили пока интерфейс у некоторых ресурсов. Прикольно. Ладно. Смотрим, что у нас. Вот это сервис. Стол вверх дном. Любопытно, да. 3250 яркой пули за это хотят. Русь. Кораблик. Из Майнкрафта прямиком прилетел. Перехват сигнала. Телепутационный эффект. Пожаростойкость. Шейдер. Извивающийся червь. Жест за серебро. Прикольно. Зерку пульбы. Йо. Ладно. Дальше что у нас тут за серебро идет? Уклонист. Спэррол. Бесконечный аппетит. Украшение для паразита. Оболочка. Яркий цикл. Мотоцикл. Росткий свет. Что еще? Блестящий стрелок. Жест. Героическая стойка. Жест. Блин. Я-то подумал. Кратый пацан. Вон. Возьмем. Это хотя бы не 3250 стоит. Оболочка. Бэль Эйр. Для спэррол. Первого проходит Синхатрон. Кораблик. Прикольный такой, да. Текили. Текилили. Украшение на охотника. Для. Чешки и пожирателя звезд. Блин. То есть у нас на других персонажах только надо будет посмотреть. Ладно. Сделаем сейчас. Песок и солнце. Украшение на выбор сторонника. Синхатрон. И проекция Серебряное Древо. Ну и целый кучей шейдеров. Традиции. Традиции. Смотрим быстренько других персонажей. Так, черта престола, украшение для укрепления Сайтена, на Титана. Ну фиг знает. Ладно. Может возьму потом. И на Варлока что у нас там? На Варлока у нас на сапоге транслятора. Думокат. Думокатные сапоги. Господи, язык сломаешь. Короче, сшитый дома, считай. Ладно. Чего у нас там по сезонным челленджам? Девятая неделя. Мастерство пропаганды. Завершите экзотическое поручение Тайных Глаз на уровне сложности Мастер. Бессмертная легенда. Завершите поле пси-сражений на уровне сложности Легенды Непогибнов. Калибровка арсенала с кинетикой, энергетикой и силовых пушек убивать. Гамбит пустоты. Унишайте цели с помощью пустотных способностей. Испытание расстрелом. Выиграйте несколько раундов в испытаниях Осириса. Ну, в Осирисе на этой неделе будет поспокойнее. Авангарды пустоты. Побеждайте врагов в плейлистах авангарда с помощью эффектов пустоты. Лады. Это у нас... Да будет пустота, получается. Так, ну, далее. Что у нас в налетах? Сталь, дрочун, электрический ожог. В сумочных налетах у нас... Крустальный путь. Падает оттуда силиконовая неврома снайперка. Ну и Грандмастер, соответственно, тоже. Да, оттуда падает адептская версия силиконовой невромы. Те, у кого доступен плейлист, могут через какие-нибудь другие налеты паутаться этой пушкой. Ну и плюс... Кому интересно прохождение крустального пути, у меня на ютюбе лежит. Можно в чате набрать высаденный знак Своеватель, да, или просто зайти в плейлист Грандмастеров. Там вот мы их все проходили. Если когда-нибудь у меня руки берутся, еще и с подборку фейлов сделаем. Вайпик наш. Так, Гамбит у нас тут ничего не поменялось. В ПВП у нас поединок. На этой неделе влезанного в знамя нету. Будет испытание Осириса. Ну и в Легендах у нас Хрустальный чертог. Испытание Стройный хор. На мастере, если кому интересно, падает броня с паучным восстановлением. Вот, что еще? Поля ПСИ Сражения и Легенды на космодроме. Источник атак у нас сегодня там падает. Так вышел автомат. Алтарь и отражение знания. Еженедельное задание у нас. Контакт. Алтарь и отражение катализатор. Сохранение. Ну и мастер сложный. Сейчас посмотрим, как она тут выбирается вообще. 15-80. Броня с повышенной подвижностью падает. Самое время идти туда хантами. Стремительное разрушение. Неудержимые перегрузочные воители. Пассивные помехи. Воители толпа. И сопоставление. Ну естественно, кто бы мог подумать. Ладно. Ладно. Так, вызов вечности. Он у нас остался. Воители. Как обычно. Держи пушку. Готови пистолеты. Наносит больше урона. Вот кто туда пойдет с пистолетами. Ебог. Я еще на перестрелку пришел. Валус Таурк у нас. Последний босс тут. Ну и сопоставление. Как обычно тут все. Гранаты откатываются быстрее. И так далее. Сейчас тогда посмотрим, что у нас там. Принес банши. Яда привезли, точнее. Для тебя у меня особый ассортимент. Приступим. Ну давай, показывай свой особый ассортимент. Так. Польвер, Пипега. По рукам. Стайс на оружие. Ничего себе. Значит, новенькое. Так. Дозор пустука. Изгоя. Диверсант. Ну разве что только для ПВЕ пофанится в патрулях. Автомат крайт. Ну кстати, неплохое жизнеобеспечение. Светочная ярость. На калиберке. Я взял. Так. Случайные перемены. Чистолюбивый ассасин. И быстрое извлечение. Базовый магазин. Ну так, по приколу если. Воронкопряд. Побрасыватель под зарядом. Молодьба. Ну не самая худшая версия. Ну если вообще этого авто. Пипеги нету. То рекомендуется. Рекомендуется. Запертое воспоминание. Ну вариант для ПВП. Бесконтактные гранаты. Быстрое извлечение. Неумолимость. Там ни к силу ни к городу. Ну ладно. Если вообще никакого ПВПшного гранатомета в третий слот не было. Надо брать. Тайфун. Взрывной свет есть. Гранат с шипов нету. Честно дизлайк. Ну а так был бы неплохой. Реально. Увы. Идем дальше. Заглянем Хаде. А что сейчас у нас кузница мимо дома? Чехол для гранатомета. Стихийный свет. Легкость револьверов. И прицелы для пулеметов. Ни о чем. Ладно. Увы. Но это сегодня. Не забываем А2-1 проверять каждый день. Если у вас каких-то модов не хватает. С каких-либо предыдущих сезонов. Ну а на этом у нас с ресетным видосом наверное уже все. Спасибо за просмотр. Лайк ставим. Комментарии пишем на канал. Подписываемся. Клокотчик прожимаем. По всем ссылочкам приходим. Начинаем от телеграмма. Продолжаем вк. Заканчиваем там дискордом. И пусти. А так же дзеном. И трова. В общем все ссылочки в описании под роликом. Любой поддержки под ура. Ну все. Твич. Ютуб. Яндекс. Зен. Всем пока. Твич. Пойдем сейчас в рейд. Лик.